София, подойди. Я тебе прочитаю про одного интересного героя. Запоминай. Сформировать тульский рабочий полк. Горшков за 4 дня сформировал полк и командовал им до конца 1941 года. Затем вернулся в управление НКВД по Тульской области. В начале 1942 года Анатолий Петрович был назначен заместителем начальника штаба партизанского движения Брянского фронта. Анатолий Петрович Горшков геройски прошел всю войну. Награжден орденом Кутузова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной звезды, орденом Знак почета, тремя орденами Красного знамени, медалями и иностранными наградами. Умер Анатолий Петрович 29 декабря 1985 года. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. Память о герое вечна. Анатолий Петрович Горшков – почетный гражданин города-героя Тулы, Брянска, Пущина и Суворовского района Тульской области. В Туле, в поселке Касая гора, в его честь названа улица, а на здании бывшего управления НКВД установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на памятной плите в сквере Туликам-героям на проспекте Ленина. Никита, смотри, что я еще нашла про этого героя. 6 сентября 2016 года. Замужество и за героизм приявлено при обороне города Тулы. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 года Горшкову Анатолию Петровичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok